Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня поговорим о вредителях аморилиса и о том, как с ними бороться. Червец. Это белое, восковое, мелкое насекомое, которое развивается в луковых чешуйках цветка. В местах испражнений вредителя образуются сажистые грибы. Пораженные растения постепенно теряют листья и замедляют свой рост. Чтобы выявить паразита, необходимо вынуть луковицу из почвенного состава и внимательно осмотреть, так как червец прячется под кожицей. После необходимо провести протравку и высадить в новый обеззараженный грунт. Чтобы избавиться от вредителя, применяют препараты инсектициды. Актара, фитовар, мискра, рагор. Нужно проводить обработку луковицы почвы раствором выбранного препарата. Дозировка указана на упаковке. Ложнощитовка. Это мелкое насекомое коричневого цвета. Появляются колонны на листьях растений. При заражении паразитом, листья вдоль жилок и ствола растения покрываются налетом, образующимся из большого скопления щитовок. У поврежденных растений задерживается рост и развитие. Листья желтеют и преждевременно опадают. На листьях пораженных растений появляются коричневые или светлые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Появлению вредителя способствует теплая и сухая погода. Самки появляются на растениях незаметно в мае-июне, а активно откладывают личинки в июле-августе. Для борьбы применяют крутой раствор хозяйственного мыла с 20% спиртом. Для обтирания листьев раствор препарата октара применяют для полива. Раствор препарата актелик 1 мл на 1 литр воды и раствор препарата банков. Трипсы – то мелкие паразиты бурого цвета. Их хорошо видно на листьях растения. Пораженные вредителями растения медленно желтеют. Для борьбы с трипсами рекомендовано применять препараты. Искра, октара и фитовая. Как готовить рабочие растворы для борьбы с вредителем указано на фабричной упаковке с препаратом. Для закрепления результата такие обработки нужно проводить в 2 раза с перерывом в 5 дней. Мучнистые жучки. Это мелкие белые жучки, которые образовывают колонны на наземной части растения. Пораженные растения покрываются белесом налетом и белыми пятнами. Червец способен образовывать большие колонии, тем самым создавая большие области поражения на растении. Они высасывают все соки из аморилиса, поэтому оно постепенно начинает усыхать. Чтобы избавиться от вредителя, нужно проводить регулярные протирания листьев крутым мыльным раствором. Если вредителей много и растений сильно покрыто налетом, потребуется помощь инсектицидов. Адмирал, Актара, Фитоверн и Искра. Луковый клещ. Если наземная часть растения ни с того ни с сего начинает подгнивать и увядать, возможно причина в поражении луковицы луковичным клещом. Для его выявления нужно вынуть луковицу из почвенного состава и внимательно осмотреть. Вредитель очень мал, его размеры могут и не достигать 2 мм. Тельце паразита овальной формы с сужением к концу. Цвет тела светло-желтый. Этот вредитель съедает ткани луковиц. Если корневая часть аморилиса сильно поражена клещом, луковица буквально рассыпется в руках. Внутри луковицы можно будет увидеть белую труху. Как результат поедания клещами, паразит появляется из-за жары в помещении. Спасти растение можно в редких случаях, а вот защитить поможет предварительная обработка луковицы перед высадкой в почву. Можно использовать раствор марганцовки, а также подойдет средство кельта. Аморилис очень требователен в уходе. Правила ухода за этим растением в домашних условиях Вы можете посмотреть на нашем канале. Также ссылки на эти видео я оставлю в описании. Если не соблюдать всех правил, то растение очень подвержено заражению болезнями и атакам вредителей. Но это не приговор. Практически всегда можно найти способ лечения растения. Но все же лучше избегать заражения цветка, а лучше чаще проводить всяческие профилактические мероприятия. А мы сегодня на этом закончим. Задать вопрос или поделиться своим личным опытом можно в комментариях. А с Вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Подписывайтесь, если Вы конечно еще не подписаны. И Вы всегда будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok